привет ребят такая ситуация в общем тут тормоз судя по внешнему виду по состоянию ручки практически не эксплуатировался вот да и в общем-то по износу резинок по скажем следам есть на боковой поверхности когда тормоз часто используется колодки все равно сбивают краску номинает очень тормоз можно сказать жизни не видел это код r старый тормоз достаточно и вот у него в калиперах ручку я переднего тормоза а пардон заднего тормоза уже обслуживал и в ней все в порядке а вот в калиперах что у этого тормоза что у того обнаружился вот такой вот твердый осадок это именно осадок и у этого калипера видать хоть сколько-то было продуктов износа вот этот осадок черного цвета то есть я почему видео включил записать что его хотя бы видно будет на на камеру такие вот прям лопухи соответственно заднего тормоза короче ладно да у заднего тормоза там были по были прозрачные вот эти лопухи и что же могло заводской жидкости тормозной да это dot если не ошибаюсь в этих тормозах он должен быть 5 1 ну тут за рекомендация производителя 5 1-4 ну 4 либо 5 1 1 из 2 то скорее всего завода заливается пятерка якобы вот будет написано что пятерка заливается на самом деле четверка чтобы подешевле но не суть важно вопрос не в этом что же за осадок я я честно говоря не вот не знаю всей этой химии до которой там происходит с этиленгликолем тем самым веществом на котором на основе которого сделан тормозуха и ну для меня на самом деле дико видеть что что-то какие-то твердые частицы образовались внутри тормоза вот объективно дико поэтому если вдруг кто знает что за химия творится внутри и почему это вдруг дот выделил осадок даки поршни кстати более чем закисшие очень тяжело выдувать их выбивать давлением писал мне в личку один человечище что ну пассатижи ими вытаскиваю что ты мучаешься с компрессором ребят ситуация такая что поршни когда с ними надо мучиться когда они легко выходит они их ты ручкой тормозной покачал он вылез это его почти пальцами так ну стороны сторону раз и он вынулся не надо никаких пассатижей ситуация когда поршень закиснул сервис скажем так в хорошем состоянии тормоза в сервис не попадают обычно сервис они отправляются когда им все уже край и соответственно сюда не ну вот здесь вот тоже в калипере вторая половинка тоже этот не знаю как назвать соль что ли и вот здесь вот на поршнем вот какая ситуация видишь вот этот осадок вот этот осадок вот если его поскаблить он увидишь вот он скоблится вот отскабливается нормально все поршень сама поверхность поршня на остается геометрия цилиндр не разъела поршень а именно выпал вот этот осадок именно этот осадок мешал тормозу эксплуатироваться то есть мы работать и сейчас именно вот этот буртик из осадков на отблеск очень хорошо видно именно этот буртик из осадка да он не дает поршню проскочить проскочить на сквозь резинку и вы вытащится то есть именно вот с этим буртиками сейчас борюсь если использовать пассатижи то чтобы выдрать из резинки вот этот буртик усилие надо будет захват довольно сильный приложить поршни керамические металлическими пассатижами верой шанс расколоть поршень ну или уголок ему отколоть очень большой я не хочу делать таких вещей с железом до которой мне доверили поэтому использую именно сжатый воздух дальше есть идея да о том чтобы использовать цангу вовнут на внутренние вот это практически во всех поршнях для снижения веса имеется вот такая выемка да ну может еще для экономии материала есть выемка такая но типа вот цангу сюда зажимаешь и вытаскиваешь опять же при вот таком бортике усилие зажатия должно быть большое риск что эта штука лопнет очень большой еще один нюанс о том что в большинстве случаев вот эти выемки они они имеют они строго цилиндрические они имеют форму чаши то есть захватиться там нет что нет буртика за который цанга бы нормально захватилась поэтому я собственно говоря и использую сжатый воздух в данной ситуации у нас поршень ни в какую не хочет идти вот попробую сейчас немножечко смазочки дать просто вот этот жиденький силикончик капля в мпш на и под предыдущем видео кто-то из ребят же не запомнил как зовут автора не обижайтесь скидывал статейку на то что у человека в результате применения силикота спортились резинки в кофемашине но тут уже непосредственно под под той самой статьей до опыт использования человека уже остались комментарии что ну как бы надо быть внимательнее что за резина потому что это могла быть не каучуковая резина а силиконовая которая в общем-то от силиконовой смазки вполне могла бы угробиться а та заводская смазка которая рекомендована производителем да она могла быть как раз именно называться сили что-то там из-за того что она не агрессивна к силиконов в общем есть нюансы в смазках в любых в их применении то есть лучше как бы их понимать ну ну попал до дядька но обычно опыт людей благополучный при применении силиконовых этих смазок ну давай ну пожалуйста выплюнись очень надо тебе а вот он уже вышел все все хорошо звук поменялся но я как бы хлопка не слышал недостаточно высоко установил недостаточно высоко установил калипер так вот в тех случаях когда можно справиться пассатижами когда он пойдет с пассатижей поршень в тех случаях вполне себе успешно можно справиться голыми руками ребят так что мы с пассатижами очень очень взвешено очень нежно если что то есть нельзя сильно сжать он может лопнуть запросто вот чуть-чуть перекосило собрал кромку алюминия где-то притерла до блестяшка это заперекосывание притерла по алюминию ну как страшного ничего нету так отметина на по идее даже если и поелозить то этот алюминию в общем то вот он оттирается уже все уже не так ярко блестит вот все ничего страшного в этом нет главное чтобы он не треснул поршень это самого все это коротенько на сегодня самое главное что хотел донести и донес если вдруг кто знает что это за химия творится вот он свежевынутый поршень и вот не видно да не знаю на отблеск по идее должно быть видно что прозрачная са само вещество вот этот соль да она вот она она прозрачная вот она то есть я еще с грязью смешал и видно становится так она прозрачная то есть предыдущие когда задний разбирал калипер там вообще видно ничего не было просто работал без перчаток сейчас ну все-таки dot решил что надо бы одеть потому что она возиться чистить долго я рукой просто схватил поршень и на обратной стен стороне стенки вот здесь вот кстати слышно будет слышишь скрипит сильно и вот здесь вот на обратной стороне стенки вратер тут было такой налет вот это как будто соль кристаллизовалась какая-то или что это вот мне интересно что это ребят гуглить давайте вот вы мне поможете да подскажите что это такое все всем всего доброго